И снова здравствуйте! В эфире программа «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Я и мои коллеги подготовили этот выпуск специально для вас, и в ближайшие 15 минут мы расскажем о самых важных событиях Рязани. Смотрите сегодня. А у начальства обед. Центральное отделение Почты России заполнили сотни клиентов, которых обслуживало лишь одно окно. Визит губернаторов Александра Невские и Ряжские районы. Как региональное руководство планирует развивать муниципалитеты? Каким должен быть современный водитель общественного транспорта? Новые требования уже вступили в силу. Центральное отделение Почты России сегодня оказалось оккупировано горожанами. В нашу редакцию позвонили обеспокоенные рязанцы и сообщили о том, что в отделении работает лишь одно окно, что стало причиной настоящего столпотворения. Марина Комиссарова пообщалась с очередью. Двухчасовая очередь, которая никак не уменьшается. Здесь несколько рядов сидят люди, желающие внести квартплату, но не имеющие такой возможности. Потому что странным образом окошко для них то работает, то не работает. Другие операции происходят быстро, а вот эти граждане почему-то оказались в стороне от деятельности главпочтамта. Наша съемочная группа прибыла на почту в час дня. Многие из людей сидели к тому времени уже по паре часов. Вы как давно здесь находитесь и чего ждете? Час 45 минут. Жду уплату квартплаты. Но номера все, ни одной кассы сейчас не работают на протяжении уже долгого времени. Коммунальные услуги все сидят. Даже еще номер 220 не прошел, а люди сидят с 11 часов. Я не могу обижаться, потому что все по талонам, но как-то вот очень неудобно. Тем более пожилым людям даже сказать. Многие, побросав свои талончики, не выдержали и ушли. Проводить полдня, пытаясь внести квартплату в главпочтамте, такую роскошь может позволить себе не каждый. Но такую ситуацию усугубила и жара. В набитом до отказа операционном зале с утра не был включен кондиционер. И включили его лишь после того, как возмущенные люди подняли бунт. Касса не работает даже одна по платежам, приему коммунальных платежей. Дело в том, что она то показывает коммунальные платежи, то принимает другие. То есть платежки принимают, деньги, переводы, письма, бандероль, все другие операции, кроме коммунальных. Получить комментарии от заведующей отделом не получилось. До нашего приезда она не реагировала на просьбы посетителей каким-то образом изменить режим работы или хотя бы включить вытяжку. В нашей съемочной группе женщина пояснила, что у нее обед и ушла. В результате в известность удалось поставить руководство главпочтанта. Будут ли перемены в работе главпочтанта неизвестно, но мы в очередной раз подчеркиваем. Зная о своих правах, не стоит терпеть, когда их открыто нарушают. Занимая активную позицию, каждый из нас способствует искоренению подобных ситуаций. 15 июля губернатор Олег Ковалев и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров посетили Александр Невский и Ряжские районы. В рамках визита они пообщались с местными жителями, побывали в учреждениях образования и здравоохранения, встретились с районным активом, обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса. Парламентарий посещает Рязанскую область по приглашению Олега Ковалева уже не в первый раз. Анна Герцовская расскажет о встрече более подробно. Рабочая поездка началась с посещения социально значимых объектов Александра Невского. Среди них физкультурно-спортивный комплекс, построенный в 2013 году. Сейчас здесь бесплатно занимаются спортом 300 детей. Губернатор Олег Ковалев и предком по бюджету Андрей Макаров осмотрели районную больницу. В ней в 2013 году был введен в эксплуатацию новый терапевтический комплекс. После чего встреча продолжилась с посещением детского сада на 100 мест. По словам губернатора, учреждение способно обеспечить возможности для качественной всесторонней подготовки воспитанников к школе. Такое же приятное впечатление оставило у гостей и главы региона, и новая школа, построенная в Ряжске. Очень важно, что мы переселим из нескольких школ, которые уже совершенно не отвечают требованиям не только будущего, но и даже вчерашнего дня. И дети будут получать в хороших условиях, естественно, более качественное образование. И вот та программа «Новая школа», которая будет реализовываться, и которую мы начинаем в этом году, она позволит довести до такого состояния, хотя бы вот, позволит все школы в течение 10 лет. Задача крайне сложная и трудная. Именно поэтому на ее воплощение уходит много времени. В ходе встречи обсуждались перспективы развития и других отраслей социальной сферы района. Для того, чтобы поддерживать и развивать эти отрасли, на это должна быть нацелена не только бюджетная, но и налоговая политика. На это должна быть нацелена вся экономическая политика страны. И сегодня вот вложение средств в людей – это как раз самое лучшее и самое эффективное вложение средств. В ходе рабочей поездки Олег Ковалев и Андрей Макаров посетили и строящиеся объекты. Среди них мега-ферма на 500 голов крупного рогатого скота. В настоящее время в хозяйстве уже последовательно наращивается производство молока. А с введением новой мега-фермы количество продукции существенно увеличится. Для меня важно, чтобы любую ферму строите. Лишь бы вы получали прибыль, лишь бы ваше молочное животноводство давало вам прибыль. Когда хозяйство рентабельно работает, когда с умом распоряжается заработанными деньгами, это крепкое, сильное хозяйство, которое мы поддерживали и будем всегда поддерживать. Губернатор Олег Ковалев и предком по бюджету Андрей Макаров обсудили особенности проекта. В целом, перспективы развития животноводства в регионе. Кроме того, в ходе осмотра полей они встретились с механизаторами хозяйства, которые одними из первых в области приступили к уборке зерновых. В ходе рабочей поездки депутат Госдумы Андрей Макаров и глава региона Олег Ковалев провели встречу с активом Александра Невского и Ряжского районов, в ходе которой обсудили перспективы развития сельских и городских поселений. Андрей Макаров отметил, что для него очень важно увидеть, как живут люди на местах, узнать, какие приоритеты они видят в развитии своих территорий. Это важно знать для того, чтобы все учесть при формировании бюджета страны. В воскресенье на Михайловском шоссе в Рязани произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 и 14-й. 25-летний мужчина за рулем десятки нарушил правила дорожного движения. Он выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем, который имел преимущество на дороге. А в результате аварии 8 человек получили травмы, 5 пассажиров 14-й и водитель с двумя пассажирами десятки. Все пострадавшие были доставлены в больницы. В парке на Соборной появился памятник одному из самых почитаемых святых, преподобному Сергию Радонежскому. Он является покровителем воинов. В свое время именно он благословил на победу в Куликовской битве Дмитрия Донского. Памятник в его честь появился в Рязани неспроста. На нашей земле Сергий Радонежский встречался со знаменитым князем Олегом Рязанским. В Рязани в Соборном парке сегодня появился памятник преподобному Сергию Радонежскому. Скульптуру изготовили из белого мрамора, ее высота около 3,5 метров. Создание велось за счет добровольных пожертвований. Именно здесь в ноябре 1386 года состоялась встреча преподобного с князем Олегом Рязанским. Это событие стало историческим и сыграло большую роль для укрепления централизованного государства. Эти страницы в истории Рязанского края, они, будем говорить так, одни из самых значимых страниц, потому что, и причем не только в истории Рязанского края, но они же самыми значимыми являются для всего государства российского. Сегодня мы считаем, что именно в месте, здесь, в святом месте, где объединили усилия два великих человека, это великий князь Олег Иванович Рязанский и Московский. И посредником был, и духовным наставником, это Сергей Радонежский. И вот то, что я говорил, вечный мир, который был заключен между этими князьями, до настоящего времени никогда больше не нарушался. Памятник Рязанскому региону в рамках проекта «Аллея российской славы» подарило военно-историческое общество. Изначально памятник хотели установить на территории Свято-Троицкого монастыря, но потом перенесли место установки в соборный парк, чтобы не нарушать историческую композицию обители. С июня этого года начинают применяться на практике положение приказа, изданного Министерством транспорта Российской Федерации. Прошло шесть месяцев, документ вступил в законную силу, и теперь обозначенные в нем требования к водителям общественного транспорта и такси постепенно входят в жизнь общества. В тонкостях разбиралась Марина Комиссарова. Водители автобусов, троллейбусов, грузовых и легковых такси ежедневно берут на себя немалую ответственность. За сохранность жизни и здоровья сотен своих пассажиров. Поэтому и требования к их профессиональной подготовке особые, довольно суровые. Касаются они стажа и уровня подготовки, позволяющие управлять данными категориями транспорта. Помимо безупречного знания правил дорожного движения и технических характеристик транспортного средства, водителям необходимо уметь исправлять мелкие неполадки, возникшие в пути самостоятельно, знать основы пожарной безопасности и основы медицины, чтобы суметь оказать первую помощь в случае ДТП. Отдельного внимания в приказе заслужил вопрос стажа водителей общественного транспорта. Так, к водителям, в том числе легкового транспорта и легкового такси, предъявляется общий водительский стаж не менее трех лет. К водителям грузового автомобиля, автобуса, троллейбуса, трамвая, осуществляющих перевозок пассажиров и груза международным сообщением. При этом водители, перевозящие детей, должны управлять автобусом не менее года. И в их профессиональной биографии не должно быть ни одного лишения прав и ни одного административного нарушения за последний год. То же самое относится к перевозящим опасные грузы, только им нужно еще и свидетельство, дающее право осуществлять такую деятельность. Соответствующую подготовку должны проходить и управляющие транспортными средствами со световыми и звуковыми сигналами. Приказом установлены требования и к другим специалистам, которые имеют отношение к перевозке пассажиров – диспетчерам, контролерам, техникам. Помимо образования, которое предъявляется к работникам данной сферы, также указанные категории работников должны знать основы транспортного и трудового законодательства, законодательства в области охраны труда, нормирования труда. Помимо этого, они должны знать идеально технические характеристики тех транспортных средств, которые вышли на линию, умение обладать навыками и умениями быстро ориентироваться в сложившейся чрезвычайной ситуации. Такие меры оправданы. Безопасность на дороге – забота не только лично каждого участника дорожного движения, но и государства. 15 и 16 июля в автоспортивном комплексе «Атрон» прошел четвертый этап российской дрифт-серии. По словам зрителей, он стал одним из самых масштабных в этом году. Этап оказался зрелищным не только из-за качественного дрифта. Перед заездами каждый гость мог насладиться мото-шоу. Наталья Новикова наблюдала за зрелищем воочию. Море дыма из-под колес, запах сжженной резины, адреналина. На трассе «Атрона» в минувшие пятницу и субботу прошел четвертый этап российской дрифт-серии. Лучшие пилоты не только нашей необъятной страны, но и ближнего зарубежья собрались, чтобы выяснить, кто из них достоин звания победителя. Заявлено у нас было больше 40, около 45 участников. Но вчера прошли квалификационные заезды, отбор. Сегодня зрители увидят 32 самых лучших, самых быстрых, самых точных пилота. Так что шоу обещает быть очень жарким. Говоря максимально сухим языком, дрифт – это прохождение поворотов на максимально возможной скорости в управляемом заносе. Одной из главных фишек соревнований по дрифту являются парные заезды, участие в которых принимают только лучшие дрифтеры, прошедшие квалификацию и набравшие больше всех очков в одиночных заездах. Битва сегодня будет самая-самая жестокая. Не расслабляешься, каждый заезд – это прямо на все деньги. Тем более мы вообще в команде, вот у нас двое пилотов, я и Алексей Бобровский, мы еще попали друг на дружку в самом-самом начале, в топ-32. У нас придется побороться. Но такого сейфрана мы не будем делать, будем ехать на все деньги. Трек от Рона собрал действительно звездный состав участников, профессионалов и настоящих фанатов своего дела, которые приехали в наш город вот уж действительно из разных и порой совсем не близких уголков земли. Двукратный чемпион Украины Алексей Головня, проделавший далекий путь из Киева, стал первым в квалификации, а после – победителем четвертого этапа РДС. Перед субботними соревнованиями буквально рвался в бой, а большая конкуренция только мотивировала. Этот этап на данный момент самый сильный. Собрался больше всех топовых пилотов за вот всю, наверное, историю РДС. Поэтому конкуренция сумасшедшая и ехать непросто. А такая конкуренция, она как-то особенно мотивирует? Конечно, нужно ехать намного круче и расслабляться нельзя. Привлек немало внимания со стороны не только восторженной толпы поклонников, но и тех, кто ценит именно профессиональный автоспорт. Пожалуй, самый медийный дрифтер России Аркадий Цереградцев, приехавший из Красноярска и ставший серебряным призером соревнований. Как настрой у вас сегодня на соревнованиях? Настрой хороший, еще бы не жарко так было, вообще было бы отлично. А вот конкуренция такая огромная? Хорошая конкуренция, но у меня сетка так получилась, что не сильно сложная, как мне кажется пока. Ну, всякое может случиться, это дрифт, но я с кем поездил, думаю, на Ружейникова бы не попасть пораньше, да, потому что он, я думаю, что самый сложный для меня и самый быстрый здесь, не попал, поэтому нормально себя ощущаю. Конечно, украшением этапа российской дрифт-серии вновь стала единственная девушка-участница, пилотесса Екатерина Седых из Владивостока. Восхищающая лучезарная улыбка и удивительным сочетанием внешней хрупкости и внутренней силы. Как сегодня настроено соревнование? Боевое, как обычно. Жара такая? Очень тяжело переносить на самом деле жара, как пилотам, так и автомобилям. Но то, что я попала в топ-32 со своим сокоманником Сергеем Кабаргиным, конечно, придает сил. В общем, целенаправленности, упорства и профессионализма нашим дрифтерам не занимать. Но оружием победы, как и в любом другом виде автоспорта, здесь, конечно, является автомобиль. Это мощные заднеприводные монстры, им своей ипостаси мало, читая никоим образом, подходящие для обычного потребителя. Зато взгляда от них оторвать практически невозможно. Невозможно было оторвать взгляд, а заодно приходилось периодически ловить уходящее в пятки сердце. И от своеобразной изюминки этапа. Мотофристайл-шоу Алексея Колесникова и его команды FMX-13. Высота прыжка получается около 13-14 метров. Мы практически не имеем права на ошибку. Очень большую роль играют факторы дождь, ветер и прочее. Поэтому сложная дисциплина. Сложная, опасная. Но как бы в этом есть смысл. Словом, было жарко и круто. И зашкаливали не только показатели термометров, но и положительные эмоции. Как зрителей, так и участников. Это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Я и мои коллеги прощаемся со зрителями. До завтра. Хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok